Всем здравствуйте, всем добрый день. Сегодня у нас над вами новое видео из рубрики видео для новичков. И будем разговаривать с вами про то, как выбрать свой стиль трейдинга. И сразу не будем долго задерживаться, пойдем разбираться с этим же вопросом. И первое и самое важное, что хочется сказать, что не существует идеального стиля трейдинга. У каждого стиля есть свои плюсы и минусы, и важно просто подобрать стиль под себя. О чем я вам говорю? В интернете где-то еще вы можете наткнуться на огромное количество разных «я нашел грааль», «я вам покажу грааль», «торговать надо только так», «такая система не работает», «такая система работает», «это ерунда», «это не ерунда» и так далее. Таких дискуссий о том, какие же системы в трейдинге работают и какие же не работают, ведется с самого начала, наверное, образования первых торговых стратегий. И здесь, как я сказал, нет правильного или неправильного варианта ответа. Каждая стратегия, которая прошла какую-то проверку временем, она работает. Может быть в определенных условиях, может быть в какое-то определенное время, при определенных параметрах, но она работает. Любая торговая стратегия. Если ее грамотно и правильно, беспроблемно выполнять, никуда не делая ни шаг влево, ни шаг вправо, эта стратегия будет работать. Здесь важно понимать, что есть ваша жизнь, в которой у вас есть ваши дела, ваша работа, ваша определенная занятость. Кто-то более свободный, кто-то более занятой, кто-то любит побыстрее, когда все происходит, кто-то любит меньше действий совершать, но более точные. И вот у каждого из вас есть свои предпочтения. И вам надо просто найти торговую стратегию, выбрать такой стиль, который будет усиливать ваши плюсы и нейтрализовать ваши собственные личные характеристики, уменьшать ваши минусы. У каждой торговой стратегии, я вам хочу сказать, у любой, если она достаточно продуманная, если вы видите что-то в интернете, и торговая стратегия достаточно продуманная. У нее есть определенные параметры по тому, где заходить, как заходить, на каких рынках заходить, в какое время заходить, какие там риски. У нее есть математическое положительное ожидание у этой стратегии. То все, эта стратегия, можно сказать, она готовая и рабочая. Дальше вы смотрите, какие у вас есть личные предпочтения, какое у вас расписание, что бы вы хотели получить от рынка, сколько бы вы хотели тратить времени на рынок. Вы берете набор разных торговых стратегий и подбираете их под себя. У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. И важно, чтобы эти плюсы и минусы совпадали с вашим личным видением того, чем вы хотите заниматься на рынке. Поэтому в будущем, когда вы увидите, что там встретились два трейдера, допустим, условно трейдер, который торгует в средний срок, совершает 2-3 сделки в месяц. Если трейдер, который занимается скальперством, он торгует каждый день и очень много, и они жарко спорят, чья торговая стратегия правильная, то это абсолютно неверный спор. И там нету правильного варианта ответа. Почему? Потому что и та, и та торговая стратегия работает. Просто одному подходит одна торговая стратегия, другому подходит другая торговая стратегия. Вот, собственно говоря, и весь вопрос закрытись. Даже нету причин для никакого спора. И сразу, когда видите, что что-то где-то спорит о торговых стратегиях, говорит, что твоя плохая, твоя не работает, то сразу повод задуматься, до конца ли человек разобрался, что такое трейдинг и понимает ли вообще, что он делает. И вот картинку, которую я вам показываю, это вся картинка, которая показывает, собственно говоря, как правильно надо относиться к трейдингу. Опять-таки, у вас есть ползунок, и у вас есть ползунок, и это сейчас другой цвет сделаю, и этот ползунок находится в каком-то определенном месте. И в зависимости от ваших условий, вы этот ползунок просто двигаете по те параметры, которые вам удобны. Например, здесь можно сказать время, а здесь и количество сделок. Вот первое самое простое деление, самая простая градация. Здесь время больше, здесь время меньше, здесь количество сделок меньше, здесь количество сделок больше. Все. Вот все в будущем, вот дальше я вам покажу, какие бывают торговые стратегии. Общая такая градация, не какая-то деталь, а общая, на что они все торговые стратегии делятся. И вы поймете, что по сути это разделение есть только на количество совершаемых сделок, и на количество времени, которое вы тратите, проводя за монитором. И все. И тут все правильно, все хорошо на этом краю. И на этом краю тоже все правильно, все хорошо. Там есть вещи, на которых можно зарабатывать. Ваша задача просто перевести в ползунок в то положение, которое подходит и удобно конкретно вам, в зависимости от ваших знаний, опыта, жизненного положения, количество времени и так далее. Здесь нет такого, что вот придет ко мне какой-то человек, он мне расскажет, как надо торговать, я буду делать то же самое, нет. Эта стратегия может вам просто не подходить, в том числе по психотипу. Психология здесь тоже играет очень важную роль. Например, если вы выбрали для себя торговую стратегию, в которой вы тратите на это небольшое количество времени, и там происходит небольшое количество сделок, но вы при этом обладаете большим количеством свободного времени, и часто просто ради скуки открываете графики, начинаете следить, что же там за ними происходит, а вдруг там есть что-то интересное, что я еще до этого не нашел, то вы обязательно, просто обязательно найдете себе сделку. Потому что если у вас есть желание, то вы это желание будете все под него подстраивать и найдете себе сделку. И там уже будет неважно, работает эта торговая стратегия, эта торговая ситуация, подходит она под вашу торговую стратегию, просто у вас есть желание, вы хотите совершить сделку, вы ее будете совершать, вы ее обязательно найдете. Кстати, я вам еще сейчас вдобавок расскажу о самой главной психологической проблеме. Собственно говоря, всю психологию трейдинга расскажу за 5 минут. Вы же все замечали, что у вас бывают такие моменты, что кто-то обратил внимание, и это потом постоянно бросается в глаза. Например, вы просто ходили, жили своей жизнью, тут встречаетесь с друзьями, и какой-то из ваших друзей говорит, ой, а что-то очень много развелось там белых мерседесов в городе на улице. Вот как не пойду, вижу сплошные белые мерседесы. Он вам просто это сказал, а вы потом ближайшие несколько дней только и замечаете эти белые мерседесы везде. Вот раньше вы на них не обращали внимания, а сейчас вы на них вот просто идете, в них специально не ищете, а ваши глаза, ваш мозг все равно из общего ряда информации достает только белые мерседесы. И вот вы замечаете, да, действительно стало много белых, условно говоря, мерседесах или каких-нибудь там красных BMW, неважно что. Любой другой факт, на который можно обращать внимание, будет работать точно так же. О чем это нам с вами говорит? Это нам с вами говорит о том, что наш мозг умеет фильтровать информацию. И каким-то параметрам, каким-то явлением в внешнем мире придавать более важное, придавать более сильный вес, а какие-то вообще игнорировать и не обращать на это внимания. И вот эта вот фильтрация зависит в том числе от вашего настроения. Если вы хорошо себя чувствуете, вы будете замечать только хорошее. При плохом настроении вы будете обращать внимание только на плохое. Как внешне поступающая информация может запустить данную фильтрацию, так и ваше настроение тоже может запустить данную фильтрацию. Поэтому я вам и говорю, если торговая стратегия не подходит под ваш психотип, то это тоже может сыграть с вами золую шутку. Почему? Потому что, если вы хотите совершить сделку, вы сами того не осознавая, ваш мозг подстроит всю информацию на графике так, что все положительные вещи, которые будут говорить за то, чтобы совершить сделку, будут увеличиваться в своем значении, а все параметры, которые против вашей сделки, просто вы можете полностью их и игнорировать. Кто уже пробовал торговать или кто уже торгует, прекрасно замечал такую особенность, что вы совершили какой-то ряд сделок, потом через день-два открываете эти свои сделки, которые вы совершили, вы смотрите, блин, зачем я совершил эти сделки, зачем? Тут же очевидно было, что этого делать не надо было, а вот здесь надо было поступить так-то, так-то и так-то. Вот, прекрасно вы увидели вариант того, как в моменте, перед тем, как вы совершаете сделки, ваш мозг фильтрует информацию в зависимости от вашей коммунсии. И успешного положительного трейдера от обычного того, кто приходит на рынок, пытаясь заработать человека, отличает именно вот этот факт, что он может обойти вот эту фильтрацию и видеть только объективную, действительно важную информацию на рынке без вот этой вот фильтрации и принимать взвешенные хорошие решения. У меня до сих пор с студентами, когда работаем, я могу показать, вот, а у меня сейчас было два дня сделок, которые я не знаю, зачем совершил. Вот я сейчас открываю и вижу, что здесь, 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 здесь ошибка. Почему это дело? Потому что на меня нашло какое-то там помутнение в моменте торгов. Либо я на что-то отвлекался, либо у меня какое-то плохое настроение было, либо наоборот, очень хорошее было настроение. И я вот совершал сделки не по взвешенным каким-то параметрам по своей торговой стратегии, а просто, грубо говоря, на эмоциях. Такое со мной, да, иногда бывает, иногда происходит. Ну, я не всегда могу остановить начало этого, но я уже научился достаточно быстро это замечать и в какой-то нужный момент просто останавливаться, дать передышку один день, понимая, что все, у меня уже голова устала, слишком много она анализировала, думала, надо сделать перерыв. Вот. Так вот, выбор стиля зависит исключительно от того, какие у вас есть вводные данные и какие у вас есть желания и потребности в трейдинге. Все. Это единственный вопрос, на который нужно дать ответ. И давайте мы сейчас с вами пройдемся по стратегиям, которые существуют. Первое – это высокочастотный трейдинг. Какие у него есть плюсы и минусы? Что такое высокочастотный трейдинг? Ну, высокочастотный трейдинг – это совершение, там, тысячи сделок в день, которые совершает за вас компьютер, потому что компьютер думает и анализирует гораздо быстрее. Вы берете компьютер, настраиваете его определенным образом, чтобы он там быстренько все анализировал, закладываете на него какие сделки совершать, и он сам совершает сделки. Сделки могут быть длиной, там, несколько секунд до нескольких минут, не больше и таких действий огромное количество, огромное количество, там, за день происходит. Какие у этого плюсы? Вы, независимо от фазы рынка, можете зарабатывать, потому что берете какие-то маленькие, маленькие-маленькие отрывки, торгуете какие-то ситуации, которые на рынке происходят всегда, и вам, в принципе, пофигу, боковик, лонговый, тренд-шортовый, тренд, неважно. Вы пришли там, поотщипали много раз себе и какую-то денежку заработали. Какие от этого минусы? Естественно, нужно, помимо того, что знать трейдинг, надо знать программирование, и, во-вторых, для этого нужно очень мощное железо. Почему? Потому что высокочастотным трейдингом в основном занимаются крупные фонды, банки, крупные игроки, и у них есть огромное количество мощностей. У них там специально собираются суперкомпьютеры с супермощностями. Наши домашние, даже если у вас дома собраны хороший компьютер, даже не ноутбук, а компьютер, очень классный интернет, все равно вряд ли сможете потягаться в скорости с крупным игроком. А высокочастотный трейдинг – это главная скорость. Дальше отсюда вытекает алгоритмический трейдинг. Это когда за вас тоже совершают сделки компьютер, но уже не на таких больших скоростях, как при высокочастотном трейдинге. И для этого тоже надо знать программирование. Сделок будет меньше, они могут быть немножко тянуться подольше, но для этого тоже надо знать программирование. Отсюда можно прям взять алгоритмический трейдинг. Можно сюда добавить, как подвид высокочастотного трейдинга. Дальше скальпинг. Скальпинг – это то же самое, что и высокочастотный трейдинг, только там скорости поменьше, и вы делаете все руками. Какие здесь плюсы и минусы? Тоже можно иметь достаточно высокую классную доходность. Но здесь есть ограничения по депозиту. На супербольшой депозит вы торговать не сможете, потому что просто не будете помещаться в инструмент или в стакан. Для этого тоже нужно специальное оборудование, достаточно хороший компьютер, достаточно много мониторов, чтобы следить за большим количеством инструментов. И это, конечно же, требует огромного количества времени. Огромного количества времени. Это надо 24 часа на 7 перед мониторами сидеть. Но это может дать вам достаточно неплохую доходность и может дать это на небольшие депозиты при использовании специальной инфраструктуры, например, проб офисов. И очень хорошо прокачает вас персонально, как трейдера. Вы будете очень хорошо технически, теоретически подкованы. И это облегчит вас в путь потом при движении дальше. Следующий это дэйтрейдинг. Это сделки внутри дня. Вы совершаете 1-2-3 сделки за одну торговую сессию. Сделки у вас уже достаточно сильные. Вы пытаетесь поймать какое-либо хорошее движение. Для этого не нужны какие-то суперкомпьютеры, достаточно ноутбук и дополнительного монитора. Вам не нужно каждый день сидеть полностью перед монитором. Достаточно просидеть только активную фазу. У нас есть торговая сессия, торговые там сутки на форексе или на крипте. Торговая сессия на России, там Америки. И на каждой торговой сессии, на каждом рынке есть фазы, когда рынок двигается очень активно, очень бурно. А есть фазы, допустим, обеденное время, когда он затухает. Вот при дэйтрейдинге можно торговать только при активных фазах. Это 2-3 часа в 4 в день. Может быть иногда 5, не больше. Это именно перед монитором, плюс еще надо, естественно, подготовку проводить. Дальше свинг трейдинг. Это торговля в течение 1-2 недель. Вы ищете какие-то суперидеи. Сделок может быть крайне мало. Но вам достаточно ноутбука с одним, просто самого ноутбука без дополнительных мониторов. И вам надо будет проводить подготовку к торгам раз в неделю, условно говоря. На выходных сели, провели хорошую классную подготовку к торгам. И дальше потом ждете эти ситуации отрабатываете. Какие здесь минусы? Минусы в том, что доходность не будет супер большой. Только если не случится что-то исключительное, и вы не поймаете супер какого-то движения. Доходность здесь не может исчисляться в тысячах процентов. Если при дэйтрейдинге, скальпинге, высокочастотном, такая доходность абсолютно нормальна, то в свинг-трейдинге такую доходность 100% годовых это еще нормально. Как вы понимаете, если у вас там депозит небольшой, 100% годовых вам не подходит. Это маленькая доходность для того, чтобы раскачать депозит. Торговля больше подходит для того, у кого уже есть крупный депозит. И им достаточно совершить одну сделку в несколько месяцев. И при свинг-трейдинге торговля тоже может быть 2-3 недели, а иногда и месяц, и полтора. Можно просидеть вообще без сделок, просто потому что ничего для вас нужного на рынке не происходит. И к этому тоже надо быть готовым. То, что я объяснял до этого. Вы способны просидеть 2 месяца без сделок, когда решили заняться трейдингом? Просто с этим подумайте, вы 2 месяца не будете совершать ни одной сделки, а только наблюдать за графиком. Такое вы сможете вытерпеть? Или вы где-то в какой-то момент психанете и совершите какую-то сделку? А там, где одна, там и вторая сделочка, а там, ну ладно, уже третья. Ну ладно, я сейчас точно отобьюсь и так далее. И так далее, и так далее. В итоге у вас какая-то просадка, которая вам абсолютно не нужна и не должна была появиться на депозите. Дальше среднесрочная торговля и инвестирование. Ну, среднесрочная торговля – это сделки там полгода-год, инвестирование – это дальше уже сделки там на 3, 5, 10 лет и так далее. Тоже понимаете, что здесь нужна квалификация. Естественно, в любом виде, который я вам показываю, нужна квалификация. Затраты времени тоже достаточно небольшие, в зависимости от того, что вы хотите получить. И результат сохранения денег – такое медленное, стабильное приумножение. Здесь вот инвестирование, среднесрочная торговля – это Уоррен Баффетт, который не имел в никогда супервысоких доходностей. Он имел там 15, 20, 25 годовых, но он имеет их на протяжении 60 лет. И вы сами можете посмотреть результат. Сложный процент делает просто неимоверные доходности в целом. Посмотрите, если это, как еще называют, восьмое чудо света. Поэтому сядьте, подумайте, какие торговые стратегии вам подходят. Что вы честно хотите от рынка, прежде чем куда-то кидаться в изучение какого-то стиля. Подумайте, а подходит ли он вам. И в идеале хороший трейдер будет иметь несколько стратегий под разные фазы рынка. Например, у меня это дэйтрейдинг, и свингтрейдинг, и инвестирование. Вот этими тремя инвестирования чисто пенсионная. Там особо много времени не надо. Свинтрейдинг этого сошел, посидел, когда появляются. Ну и для того, чтобы занять руки, у меня есть классический дэйтрейдинг, торговля. То, чем я уже много лет и занимаюсь. И, собственно говоря, это все. У нас с вами прошел достаточно полезный такой хороший выпуск. Я вам рассказал много полезного. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, мы из комментариев берем тему для новых роликов. Если там есть что-то интересное. А так, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok